Если вам интересен способ размножения роз, который не зависит от ваших усилий, то есть без хлопот, то тогда оставайтесь. Сейчас я буду делать именно такое размножение, именно такое черенкование роз, которое сейчас воткнем, а летом уже все будет благоухать. Всем привет! Меня зовут Наталья Белотелова, и это канал про дачу. Я люблю экспериментировать. Я уже испытала на практике и положительно много разных методов размножения роз, но сегодня я буду делать именно такое размножение, которое я еще не делала, еще не пробовала. То есть принцип там тот же самый, естественно, но есть тонкости, которые облегчают нашу работу. А подсказал мне этот метод моя подписчица, метод рабочий. Она уже два года как размножает этим методом свои розочки, и поэтому она мне посоветовала размножить именно так. Розы у меня есть, которые можно размножать. Дождик идет, ну такой вот мелкий, моросящийся. Конечно, при дожде резать нельзя. То есть это к черенкам не будет отношения иметь, а вот к самой розочке – да. Но я вот запаслась ран нет, и ради уж эксперимента, конечно, это сделаю. Сильного-то дождя нет. В общем, эксперимент все равно сделаю. Итак, вот у меня очень хорошая розочка. В этом году я ее не размножала, но у меня от нее уже есть розы и большие. Тоже такое уже, но они не такие кустистые еще, но вот такие же высокие. Три штуки. Но именно для этого эксперимента я сделаю вот эту розочку еще, потом покажу какую. Потому что можно же дарить, продавать, в общем, презентовать. Так что сейчас обрезаю, ран нет, обрабатываю. Вот видите, она вот какая. Она вот сюда как бы на вот эту вот заходит. И здесь вот у нее от старой. В принципе, можно ее, и тут вот такие тоненькие, нормальные. Короче, вот здесь вот обрежу. Вот. Отсюда уже буду разбирать. Так, и еще что обрезать. Здесь вот у меня старая идет. Я ее вот отсюда обрежу. Потом уже буду разбирать. Прям вот так крышечкой. Вот ранки обрабатываю. Так, хорошо сделала. И здесь у меня еще одна ранка. Сейчас обработаю, и все. Вот какие обрезаю. Ну, ту, что явно будет потом весной, когда буду формировать, мешать. Вот, например, да? Вот. Ее. Ранку сразу вот так вот. Все, ранку закрыла. Так, мне нужно что-то еще выбрать. Нравится мне эта очень роза. Очень хорошая роза. Вот тут остаточки видны, да? Какая она прекрасная. Может, даже вот это вот обрезать. Хотя нужно... Сейчас, пока. Вот, смотрите. Это вот одна просто будет, а вторая будет вот с пяточкой. В такую погоду, конечно, нельзя ничего делать, потому что вся в грязи изволязывалась. Значит, что у меня вот здесь вот с этой получается? Здесь у меня сколько? Раз, два, три, четыре. Может быть, получится две сделаю. Да, вот здесь вот у нас же свежая. То есть, все помнят. Все помнят, кто. Вот, смотрите, вот видите. Вот здесь вот почечка, да? Вот. То есть, к ней наискось и режем. Косой срез именно вот сюда к почке. Раз, два, три, четыре. И вот, смотрите, у нас как бы вот она... Наверное, тут был обрез. И потом она дальше пошла. И здесь получится у нас с вами почти что как с пяточкой. Поэтому я здесь еще отделю. Здесь уже вот так вот получится у меня. Вот так. Вот так осталось. Ну, как всегда, там, далее. Всегда. Сейчас я на одной покажу. Буду, конечно, будет показать. Так как у нас осень, вот это вот все можно обрезать. Вот так. Вот так. Ну и здесь, соответственно, то же самое. Я не буду ее обрезать прям вот. То есть, вот это вот только обрежу. Саму, саму вот эту вот верхушку. Вот. Саму верхушку. Так обрежу. Здесь. Вот, смотрю. Значит, вот это вот тоже обрежу. Так вот. Здесь у меня будет больше почек, но неважно. Итак, я сейчас нарежу. И пойдем сажать. Не включила камеру. В общем, у меня была вырыта ямка. Вот она, земля. И вот здесь вот я заготовила компост. И в эту ямку компост выложила для того, чтобы была земля рыхлая. По этому методу, который Наталья мне, подписчица, сказала, самое главное, нужно, чтобы был торф, чтобы земля была рыхлая. То есть, не собственная рыхлая. Обратите внимание, что у меня уже на этом месте есть черенки роз, посаженные под полутора литровыми бутылками. Но сажала я их уже давно, это было летом. Итак, я уже без вас высыпала вот этот вот вместо торфа наш собственный компост. И она делала даже без корневина. Но я всегда делаю с корневином, поэтому сделаю с корневином. А так она говорит, что можно даже без корневина. Но не знаю. И как мы обычно делаем, вот так вот. Раз, два. Тут у меня получится на расстоянии. Вот так. Беру 5-литровую бутылку и накрываю. Крышка должна быть закрыта, а потом все это уйдет под укрытие роз. У меня розы укрываются. Два слоя по 60. Здесь я их прикопаю. У меня только встает вопрос. Наверное, надо увлажнить. Я насчет увлажнения не знаю. В магазине он же влажность имеет. А у меня компост абсолютно сухой был. Поэтому я немножко увлажнила. И сейчас вот этой своей землей прикопаю. Потому что нужно, чтобы... Ну, это всегда, конечно, так делают. Чтобы бутылка вот эта вот была хорошо землей закрыта. Потом можно совочком подправить. Сейчас я пока тороплюсь. Видите, я вся в грязи, вся в грязи. Дождик, правда, перестал. Но я тоже вся в грязи. Итак, вот смотрите. Вот такой вот метод. Вот. И все. Больше ничего к ней не притрагиваемся. Она, значит, получается будет... И вторую я бутылку тоже так же сделала. Еще два черенка. Выжимаемость такая же, как и у всех. По статистике. А те, которые хорошо приживаются, значит, там будет больше выживших. Те, которые меньше, еще неизвестно, выживут или нет. Вот. И все. И потом получается, что весна приходит. Когда тут уже пойдут, мы увидим росточки. То мы открываем крышку постепенно. Так, как мы это обычно делаем. Все. Потом совсем открываем крышку. Потом уже открываем и, соответственно, бутылку. Но это уже такие процессы. Так, я продолжаю. А вам всем до свидания. Всем пока. Если вам интересны такие видео, то подписывайтесь. Канал мой про дачу.